Здравствуйте! Сейчас в регионе самые интересные новости Архангельской области в студии Олеся Кокина. Более ста специалистов в сфере IT-технологий объединила сегодня региональная конференция будней информационной безопасности. Главная цель мероприятия – обмен опытом между экспертами и разработка новых методов борьбы с киберпреступностью. Ведь число компьютерных атак растет с каждым годом. В основной группе риска сегодня государственные учреждения, органы власти, университеты, школы воруют хакеры персональные данные людей. Самый эффективный метод их сохранности – многослойное шифрование информации. Если раньше можно было обмениваться информацией обычной электронной почтой, то на сегодняшний день каналы связи должны быть зашифрованы в таком уровне, чтобы их невозможно было расшифровать. По такому же принципу работают криптографические средства защиты. Это специалисты компании «Инфотекс» – это организаторы конференции, чьи разработки используют и в поморье, продемонстрировали коллегам и партнерам новые технологии. Появляется все больше и больше аналитических систем, которые уже самостоятельно могут выявлять те самые компьютерные атаки, сложные компьютерные атаки, целенаправленные компьютерные атаки. И не задействуют при этом непосредственно живого специалиста, то есть не требуют от него тех самых глубоких знаний. Главный посыл экспертах – в системах информационной безопасности следует максимально задействовать искусственный разум и исключить человеческий фактор. Налоговая инспекция на этой неделе проводит День открытых дверей. В прошлом году во время такой акции в инспекцию обратилось 1200 человек. Вас ждут в Архангельске по адресу улица Логинова, дом 29, 14 апреля с 9 до 20 часов и 15 апреля с 10 до 15 часов. Другим темам. Заостровье реставрируют один из самых древнейших храмов области. Сретенская церковь преображается на глазах. Уже завершен первый этап реставрации. Теперь на обители 8 куполов. Все они изготовлены по старинной технологии. Центральный купол весит около полутора тонн. Изначально купола данные мы демонтировали, установили на столы, где были нами перебраны. И сейчас мы их непосредственно монтируем. Покрытие идет лемехом деревянными сосны. Подстилаем под лемех бересту. Храм является памятником архитектуры конца 17 века. Закончить внешнюю реставрацию должны к началу лета. Затем реставраторы возьмутся за внутреннее помещение. В Архангельске прошел галоконцерт областного фестиваля народной песни и танца «Единый мир творчества». Участие в нем приняли ветеранские творческие коллективы города и области, представители региональных диаспор и землячеств. Фестиваль «Единый мир творчества» прошел уже в третий раз. Количество участников с каждым годом растет. Если в 2014 году заявки поступили от 22 коллективов, то в этот раз от 82. Фестиваль проходил с октября по февраль и объединил свыше тысячи артистов, среди которых детские коллективы социальных учреждений и активисты ветеранских советов. Люди любят это все творчество. И, естественно, в зале любят очень много людей, которые, даже мои знакомые, идут на концерт поддержать нас, послушать песни руссконародные, любые вот такие, северный фольклор. На концерте прозвучали русские народные песни, стихотворения северных писателей, авторские произведения, были исполнены и танцевальные номера. Каждый участник получил диплом и памятный знак фестиваля. Сегодня завершилась Всероссийская школьная олимпиада по истории, которая проходила в стенах Северного Арктического федерального университета последние шесть дней. 250 школьников со всей страны участвовали в олимпиаде, чтобы представить свой регион в финале. Каждый из них прошел школьный, городской и областной этапы. Старшеклассники выполнили три типа заданий – письменные вопросы, эссе и устное собеседование. Почти половина стали призерами и получили возможность без вступительных испытаний поступить в любой вуз, где история является профильным экзаменом. Уровень школьников очень хороший, я считаю, что он лучше, чем был в предыдущие годы даже. Мы очень рады мотивации, очень рады умению говорить, не только писать, говорить. И рады тому, что наши школьники умеют решать сложные аналитические проблемы. А исправительные учреждения Архангельска готовят своих подопечных к федеральному музыкальному проекту. Это всероссийский конкурс песни среди заключенных «Калина Красная». Об одном из его участников расскажем в следующем сюжете. Музыкант Александр Горещук считает себя случайным человеком в колонии. Срок отбывает за хранение и употребление наркотиков. Из трех лет, к которым был приговорен, до звонка осталось 12 месяцев. 365 дней. И каждый мучительно долгий. И что не сделаешь ради условно-досрочного освобождения. Например, сочинишь и очень душевно исполнишь песню про любовь. Эту песню практически написал на ходу. Просто сидел, играл на гитаре какие-то обычные аккорды ставил. И вот пришла идея, потихоньку, поваленьку и написалась. С этой песней Горещук прошел жесткий конкурсный отбор. И теперь будет выступать на всероссийском музыкальном конкурсе среди осужденных «Калина Красная». Из колонии Архангельской области на него заявлялось 40 исполнителей. Выбрали лишь троих. Конечно, соответственно, за все его выступления, как говорила, администрация его поддерживает. То есть осажденный получает за это поощрение у нас. И, соответственно, его скоро ждет условно-досрочное освобождение. Калина Красная – это федеральный проект. Он стартовал в 2003 году в Москве по благословению Русской Православной Церкви и при поддержке правительства страны. Первый концерт артистов из неволи освещало более 80 отечественных и зарубежных телекомпаний. После этого «Калина Красная» покатилась по России. Была она и в Архангельске. В этом году концерт Всероссийского конкурса осужденных исполнителей пройдет в Волгограде. И это все новости к этому часу. Информационный итог дня подведем в 19.20 на телеканале ТВ-Центр. До встречи в эфире.